Эпизода школа Бывают ли клиенты, у которых нет эпизодов, как правило, когда люди звонят нам, у нас все хорошо, у нас все прекрасно, мы не были на вашем сайте www.emigrant.media, мы не смотрели отчеты правозащитных организаций, мы не знаем, какие новостные блоки у вас там, и как это связано с нарушением прав человека, но у нас все хорошо, так ли это на самом деле? Ну, фактически существует две части жизни человека, это его внутренняя жизнь и авансцена, то, что его личина социальная, вот эта социальная пижама, которую он надевает, когда он обращается в какие-то компании, он обращается в госструктуры или общается с людьми, даже с друзьями, с неблизкими, Вот, то есть включается механизм, который не привык жаловаться, который говорит, окей, у меня все хорошо, у меня все в порядке, а это прошлое, оно где-то внутри, оно где-то там глубоко закопано И я начинаю сталкиваться с такими вещами, что когда уже все сформировано, все фактически распечатано и лежит в папочке, и когда я начинаю глубоко раскапывать до деталей, чтобы мне действительно убедиться в том, что это история самого человека, непридуманная, реальная, То человек эмоционально погружается в эту ситуацию и он настраивается на эту волну и начинают всплывать еще похожие ситуации Каждый раз начинается всплывать еще и что-то еще, а еще вот это, а еще у меня было это Поэтому дело в том, что наше бессознательное, оно бесконечно позитивно настроено И мы по ходу жизни сталкиваемся с такими трагедиями, с такими проблемами, что если бы мы это так и несли бы, как мешок, как тяжесть, мы не можем находиться бесконечно в депрессии, например, Мы не можем находиться в течение суток в депрессии, мы кушаем, мы смотрим телевизор, мы что-то пьем, то есть мы постоянно отключаемся И постепенно он бессознательное замыливает, замыливает, замыливает эти эмоции для того, чтобы человек мог дальше двигаться, развиваться, что-то делать, ходить на работу и так далее Наша задача достать из бессознательного эти эпизоды, достать эти эмоции, опять, собственно говоря, как и в первом случае, то есть перед созданием самого кейса мы это достаем и формируем его Но когда человек уже проработал в этом направлении какое-то время, когда он постоянно об этом думает, то бессознательное вспоминает, оно даёт ещё...